Всем привет! Я Роман Кравцов, фанкторианец, фитнес-тренер, передаю им слово дальше. Юрий Харламов, веган, фитнес-тренер, танцор. И с вами Иван Попретинский, веган, сыроед уже много лет. Мы здесь для того, чтобы обсудить, наверное, как набрать мышечную массу, как тренироваться. Самые такие душетрепещущие вопросы для веганов, вегетарианцев и тем более для сыроедов и фрукторианцев. Как мы с тобой знаем, все при переходе особенно на сыроедение теряют мышечную массу. В том числе ты и я. Ты знаешь, у меня была потеря, но больше из-за нахождения в больнице, например, как ни странно, все восклицают. Ты сыроед, и что случилось? Аппендикс вырезали. Минус 12 кило, разумеется. То есть потеря была так или иначе, да? Аппендикс хороший у меня. Как я могу сказать, по сыроедению, да, когда перешел на стопроцентную, потеря массы была, естественно. Но как я потом понял, потеря в основном жировой массы шла. И столько мышечной. Мышцы, в принципе, сохраняли объем, великоген. Но из-за резко умеющейся мышечной массы вдруг понимал, что... Точнее, жировой массы. Вдруг резко понял, что мышечная масса сама по себе небольшая. И когда дал больший упор на ее развитие, а потом вот со стопроцентного сыроедения, то что сейчас сыроед где-то процент на 70, то есть чуть-чуть подкожный жир увеличился, и объем стал больше прежнего. То есть такая система мне вот подошла. И соответственно у меня такая же история. Порядка 20 килограммов минус в процессе перехода. Но тяжелая атлетика, мой вес был соревнователь 90. Соответственно, потом пришли проблемы, накопившиеся с годами спортивной карьеры. И переход был обусловлен необходимостью детокс-программ, для того, чтобы разгрузить органы внутренней секреции, кишечник, чтобы восстановить его функции. И, соответственно, минус 20 кило. Что говорит о том, что как лишнее подтверждение того факта того, что да, действительно, и вы профессиональный спортсмен, где-то разбираетесь. Мы, так скажем, при переходе на растительный рацион, тем более, если это термически необработанный рацион, идет обнуление, так скажем. Обнуление. Затем, как вы видите, каждый из нас, тем не менее, пришли в форму, нарастили и нынчественную массу, точнее, ну сказать, с нуля вышли в плюс, да, и что тоже является возможным, как это сказать, назло бы всем хейтерам, да. А тут я вижу такой момент. Наше тело всегда стремится к гармонии, к балансу. Комиосказы. Поэтому и теряется и вода, и жир, и, разумеется, мышечная ткань. Особенно, когда прекращаешь тренироваться. Особенно у нас эктоморфы. Я думаю, мы все тут, да. Я вообще-то, получается, эндо. У меня мезоэндо. Я могу фотографии показать. Вот такие бокалы, вот такой живот. По поводу вообще же, типов телосложения. Все сочи говорю. По разным частям тела же все равно типов телосложения не бывает абсолютного типа телосложения, там, было промежуточное время, по разным частям тела тоже бывает разный типов телосложения. А ты, получается, эктомезо? Эктомезо. У меня строение грудной клетки чисто мезо, то есть объем вперед идет, а руки у меня больше эктоморфины, То есть вот здесь вот тонко, мышца тоже не очень длинная, то есть такой, эктомеза, да. У меня получается эндомеза, и это сто пудов так, потому что если бы было не так, я бы нафиг не занимался бодибилдингом, в общем, если бы все было так хорошо, никаких бодиет бы не соблюдал никогда и не занимался бы. Так вот почему ты фигачишь кардио регулярно. Постоянно, потому что это как раз именно то, что помогает мне держать себя в форме и поддерживать высокую, ну, высокую степень скорости обмена веществ, которые как раз недостаточно ввиду, как бы, глубины физические предположенности. А мы с тобой обсуждали, что ты ел одно время для того, чтобы набрать, ну, сколько ты, наверное, 8-10 приемов имел в день? Ну, порядка, да, там 7-8 приемов пищи. Если мы говорим про нарастительный рацион, когда я набирал мышечную массу, да. При условии большого количества кардио, для того, чтобы не давать жирам накапливаться, было очень сильно калорийное меню, 6 раз в день у меня были коктейли, бананы, финики, шпинат, мед, больше, чем пол-литра такая, да, вот была штука, то есть 4-5 бананов, 6-8 фиников, там, грамм 200 шпината, там, немного воды, вот все в такую кашу, 6 раз в день и 2 приема пищи. Вечером были исключительно клетчатка, бобовые, либо семена, там, вот, подсолнух, того же, тыквенные семена. А я уже думал, ты совсем без семенов отходился. И обязательно жиры в рационе, без них не происходит синтезов гормонов, как у мальчика, как у девочек, и именно поэтому незнание таких вот практически-теоретических основ приводит к серьезным затруднениям людей, которые глубоко убеждены в правильности, так сказать, исключительно фруктового питания, которые без жиров, которые, ну, не позволяют, тем более человеку переходящего периода, там, да, или проблемами со здоровьем привести себя в порядок, потому что синтезы гормонов как у мальчиков, как и у девочек приходится на жиры, который является необходимым, как витамином, как драйвером запуска этих обменных процессов. Я с тобой согласен, ведь холестерин, который из жиров растительных, помогает нам, нашим гормональному фону, поскольку мы на растительном питании, ну, если грамотно, если грамотно с эрегией, не перегруз, а реакомер, там, семенами, то те, которые переходят на фрукторианство, на чистое фрукторианство, я вот могу признать, что у меня позиция некоторая, она не чистая, потому что у меня помимо фруктов есть семена и протеины из подсолнечных. Но это всё. Зелень. Да, и немножко зелени. Мерчаточки. Фрукты, ягоды, зелень, немножко сухофруктов. В основном финике. Я отошёл от большого количества сухофруктов, отказался от орехов, но семена у меня регулярно. Вот, соответственно, я надеюсь, что мой организм получает достаточно, чтобы и гормональный фонд сформировать. И я ещё не понимаю, как могут жить те фрукторианцы, известные, по 20-30 лет. Вот, пока ещё не совсем понимаю. Надо понимать, какой у них уровень активности, каким спортом они занимаются, какой у них возраст. То есть, если уже тело поймало гемеостаз, и там зациклились вот эти процессы, там, синтезы внутри, то да-да-да. Но, опять же, есть такие понятия в медицине и в науке, так не благодаря, а вопреки. То есть, это уникальные личности. Если бы это было действительно так, то у всех бы в переходящем этапе, там, да, сразу бы начиналось, что хорошо, и всё было круто. Но кто такие вот гуру вот этого самого фрукторианства? Это уникальные личности. Даже их последователи не могут придержаться и достигнуть тех же успехов. То есть, это как раз и есть то понятие вопреки. Да, то есть, удалось, но не значит, что подходит всем. А всем подходит как раз, ну, для всех необходимо, да. Если, тем более, не получается, это явный сигнал того, что, дружище, пока тебе нужно немножко откатиться, да, классно, чистое питание, без термической обработки, если ты на фрукторианство, если, тем более, ты живёшь в южных регионах, у тебя много солнца, свежий воздух, и так далее, да, идеально. Но пока ты живёшь в агрессивных условиях, твой организм растёт или перестраивается, да, тебе нужно формировать гормональный фонд, тебе нужно постоянно обновлять свои клетки, очищать организм, оздоравливать его, то здесь нужно соответствующие условия соблюдать. Добавь что-нибудь. Как у тебя происходит? Как у тебя рацион? В плане вот именно рациона я могу рассказать поэтапно, какие у меня трансформации были. То есть, на традиционном рационе я занимался к тому моменту спортивными танцами уже лет 15. И вот увлёкся где-то после окончания школы, получается, где-то на 14-м же году танцевания, заинтересовался, увлёкся бодибилдингом, но тогда мне как-то вот зашла концепция, больше ешь, просто больше ешь всего-всего подряд, и типа будет масса. Да, я набирал массу, набирал массу, абсолютно немысячную, любую, даже... Жиромасса, да? Да, жиромасса. Дошёл, получается, у меня нормальный вес где-то 70-72, я дошел до 84 килограмм. Я ещё тогда очень расстраивался, что не могу пробить. При росте 179. 84 кило, но это было уже так, хороший процент уже был, но здесь ещё дело в некой тяжести, которая мне образовалась, и вот в принципе выступления по спортивным танцам они требуют выносливости, потому что, допустим, финал соревнований, это 5 танцев подряд в 1,5 минуты, 100 энергичных, лёгкость. Это лёгкость всё, то есть после минуты меня вырубало, многие говорили, всё, мы больше не двигаемся, то есть ни дыхалки, ничего не хватало вообще. Плюс ещё потом начала зажимать шею, начинала закладывать уши от нагрузки, и тут я задумался, что я что-то делаю не так. Прочитал, постепенно очень быстро узнал про строедение, увидел, какие оно преимущества даёт, и решение было прямо такое. Так что его надо есть проростки, фрукты, овощи, понеслась. То есть за неделю я отказываюсь от всей традиционной пищи и прихожу на 100% строедение. У меня за 3 месяца минус 22 кило. Минус 22 кило, то есть был такой плотненький, стал никакой. У меня фотографии есть, там такая сухость, я смотрю, вены на нижней части пресса, это нереальная сухость. И, ну, естественно, меня хотели... Отчего, сожли, всего избавиться. Я хотел в больничке, да? Хотели в больничку, потом в психушку. В психушку, да. Вот так вот, да. Всё без разницы, как сначала куда-то, да? Туда или в какой-то... Ну, получается, буквально полгода такой худобы и даже какой-то слабости, ну, от такого резкого перехода, и потом постепенно начало улучшаться, улучшаться, улучшаться. Масса поднабралась, ну, вот, допустим, сколько там, под 70 килограмм вернулась, а дальше очень медленно произошло, что шёл, то есть был качель вниз, обратно вернулся наверх, дальше медленно, тихо-тихо-тихо-тихо, и я как бы понял, мне пока что, на моём этапе, для большей энергии, для большей энергетики в сале, для большего прогресса, я слишком резко перешёл. Пока моё, это вот где-то 70% срой пищи, но термически обработанное в моей прационе есть. А что присутствует из термической у тебя? Гречка, варёная, это вообще супер для меня. Ну, иногда какой-нибудь бурый рис делаю себе, брокколи, редко картошечку себе позволяю, но вот такие вот вещи, тушёные овощи, рагу всякие. Это, в принципе, самое самое. Картошку заменяют смело на табинамбур или батат. Батат, я батат, кстати, люблю, да-да-да. И, кстати, тыква. Тыква закачённая, тыквенный супчик, это же тема. Тыква закачённая, тыквенный супчик, ребят, те, кто на переходных этапах, вообще просто не брезгуйте, супер, заходят на ура, готовятся очень быстро, вкусно, питательно. Такой суп легко делать в блендере. Можно даже с тёплой водицей, не получаешь. И с термической обработкой, да. Да, прям суп. Добавив туда немножко авокадо, ну, всё, всё. С тыквенными семечками для жировой прослойки. Ну, идеально, да, конечно, тыквенный суп с тыквенным соусом и с тыквенной семечкой, да. Тыквенный суп, с тыквенным соусом, с тыквенным я не думал. Ну, тыквенные семечки просто размалываешь с водой в пюре, добавляешь немножко там соли, чесночку, там, не знаю, там, опа, всё это там. Даже говоря. Ты украсил зеленью, там, да. Я давно перестал быть таким извращенцем пищевым и уже соус. Потому что для тебя еда – это инструмент достижения спортивных целей, да, и просто достижения успеха как человека. Соответственно, то же самое и у меня. То есть, то же самое у тебя. Чем отличается, видимо, спортсмен от человека, который, ну, там, творческий человек, там, да, или работящий человек, там, просто человек, который хочет поменять своё питание ввиду болезней, но не является спортсменом. Потому что для спортсмена пища – это инструмент достижения спортивных результатов, как минимум, да, и здоровье здесь это уже, ну, как само-само разумеющееся, потому что ты, если не здоров, то ты не спортсмен и не получаешь результат. Соответственно, поэтому здесь и есть очень хорошо спортсмен, по спортсмену можно понять, какое питание всё-таки наиболее эффективное, потому что всё, что неэффективно, отбрасывается, так как это мешает достижение результата. То же самое происходит, ну, у меня, так же с самого начала тоже был очень резкий переход, как у тебя ввиду накопившихся проблем перестала усваиваться пища, практически любая, не из тех, кто в селе вылезал, из которых должна была, вот, если мы говорим про традиционный рацион, вот, вот, и было принято решение пройти детокс-схему, соответственно, это было много клетчатки, и понимание БЖУ традиционного, да, то, что необходимо получать все микроэлементы и нутриенты для того, чтобы полноценно существовал организм, просто помогло мне понять, как взять и традиционное питание с животными продуктами, перевести в растительное, ну, калькуляция элементарная, сам понимаешь, да. Я просто количество белков, жиров и углеводов перевел из животных белков растительные, из термической обработанной, термически не обработанной, витамины, соответственно, точно так же. У меня примерно, без точного подсчета, у меня примерно было так же. Примерно так же, потому что он уже опытный человек, да, вот, уже понимаешь, как тут все это в объемах. Вот, со временем, да, много очень фрукторианства, были попытки питания исключительно фруктами, не работает, потому что при статике кишечника не работает, нужно добавлять зелень, нужно добавлять клетчатку. В фруктах очень мало клетчатки, очень много сахаров, что непосредственно перегружает поджелудок, особенно если человек мало занимается спортом. Если у него гликоген из печени не расходуется, то вся эта самая фруктоза и та же самая глюкоза, она начинает превращаться в жиры в этой печени, и человек из себя делает фуа-гра. Вестеральный жир, который даже при худобе внешней формируется, потом переходящий уже в внешний жир, который уже, ну, идентифицировать можно только уже, ну, когда уже запущенная форма. И зачастую, к сожалению, замечается это среди людей, которые, ну, адепты, так скажем, фрукторианства современного нашего, сегодняшнего. Вот, были попытки, эксперименты, так как основная деятельность это и диетология, преподавания в том числе, были перепробованы все виды диет традиционного питания, так скажем, смешанного типа термической обработки с животными белками. Сейчас просуем. Да, и, соответственно, вот этот вот растительный рацион без термической обработки. И как результат показалось, что все-таки, как бы нам не хотелось удивить, говорить, исключительно только на фруктах или, там, не знаю, извините, только на воде, там, или на пране, но, тем не менее, если человек активная жизненная позиция, нужно, чтобы был сильный иммунитет, мы говорим о росте и развитии, то здесь, конечно же, нужно подвозить строительный материал и энергетический материал, соответственно, в зеленое время, да, когда он необходим. И, таким образом, тоже баланс рациона сместился в то, что необходимо потреблять жиры, клетчатку, фрукты, как основной источник энергии, да, другой энергии там нам не найти. И, поэтому, в моем рационе очень большое количество зелени, которую, как раз, ты компенсируешь за счет протеинов своих, которые, вот, ваши подсолнечные, да, то есть, ты берешь оттуда у тебя источник протеина. У меня такого источника протеина нет, потому что у меня нет компании, которая его производит. Могу познакомить. И, поэтому, мой источник этих аминокислот – это зелень, большое количество зелени. Ну, и все-таки хороший у тебя есть источник спирулина. Да, спирулина, за счет которой формируется симбиотная микрофлора, которая, как раз, и сама по себе дает аминокислотные витамины, вот, и помогает усиливать, ну, иммунитет, как минимум, да. Да, да. Вот, поэтому спирулина – это, да, такая вещевая добавка, которая непривычна в понимании многих людей, потому что мы все привыкли там, либо это будут бады какие-то, либо что-то еще спирулина, да. Либо это должно быть вкусно. Это как корм для рыбок, да, вот такой вот внутреннего аквариума. Вот, и поэтому большое количество клетчатки, непосредственно фрукты, и периодически присутствует в моем рационе, также как в тлоем, термически обработанная пища. Признание века. Как инструмент для того, чтобы, так сказать, потушить огонь пищеварения, который разгорается при большом потреблении объема еды, так как спортсменам необходима греча, исключительно, если только присутствует термически обработанная пища, только гречка. Самая адекватная такая термическая пища – это гречка. Которая, ну, замочена, либо тогда я просто делаю не гречку, а ту же самую гречку, но в замоченном, пророченном варианте на водяной баре. То есть, там нету даже такой, как бы, как сказать, термической обработки, только как основа такая, да, вот идет. Просто теплая еда. Питер заставляет что-то теплое есть. Ну, не то чтобы Питер, а знаешь, как бы еда – это инструмент повышения эффективности, опять же, да, если чувствуется, что сейчас надо так, да. То есть, да, я готов, короче, просто порвать того человека, который скажет, что гречка – это вредно. И тем более, если это зеленая пророченная гречка, это еще и на водяной бане подогретая. Вы что, ребята, да? Давай так. Слово «вредно» к крупам, я, наверное, только к пшенице разу смогу принять. Пшенице, да. Но не полбе и не спельце. Вот полбе, спельце, да. Но пекинуа, зеленая, тем более, гречка, амарант, полба, и тем более, когда они проращиваются – это, конечно, польза. Кладезь. Ну, лично я держу большую ценность. Понимаешь, я на нашу растительную пищу смотрю сегодня с позиции не то, что вредно, а что наиболее полезно. Эффективность. Поэтому, да, эффективность. Я именно из-за этого оставил фрукты, ягоды, зелень и семена. Орехи тяжелые с вами мыть и много жира мыть. Сто процентов. Орехи исключил. Ты пишешь, жевать надо, наверное. Хотя я всегда был любитель кедровых. Всегда. Почему лично я оставил в рационе, если не оставил, добавил. Я много лет не принимал никакого протеина, никаких добавок. Но почему я сейчас стал его покупать? Ответ для меня очевиден, как, ну, человек, разбирающийся в интерфициологии, большого количества белков, белков, аминокислот не получить из фруктов. Очевидно. Килограммы тонны, а мой ЖКТ неиспособен. Знаешь, ты вот рассказываешь, я почему задал тебе вопрос, сколько раз ты день ешь? Для меня 4 это уже предел. Почему? Мой смузи литровый, он меня насыщает на 4-5 часов. Литровый? О, это много. Мне литр не хватить. 250 миллилитров. Вот реально, 250 миллилитров. Поэтому тот же самый объем пищи, который у тебя идет за 4 раза, я делаю за 8. То есть, возможно. Но я это тяженько не наедаюсь вообще. Понимаешь? То есть, я после нее хочу снова есть, есть. Вот именно поэтому делается. А литровый выпил все, я насыщен на долгие часы. Реально. Есть энергия, голода. И, ну, до меня много плюсов. Хотя, наверное, есть минусы. Выше подпитывать надо регулярно. И, кстати, вот если добавить по поводу моего рациона, как раз именно баланс, кретчатка, аминогислотные источники, да, про белки мы говорим, и про энергетические фрукты, все супер. Но обязательное же условие было, это то, что мы говорили, жиры. Да, как поймать жиры и как их вообще употреблять и с чем. Наилучшие варианты на сегодняшний день, как мне видится, да, на себе чувствую, кунжутное масло, льняное масло, да, более-менее хорошо, тыквенное масло, плюс ее даже антиполитетарный эффект оно имеет, да, очень хорошо для пристази кишечника. И, конечно же, авокадо. Однозначно. Однозначно авокадо для гормонального фона. Пробовал без этого всего, пробовал исключительно на кунжуте или просто семена. Но, опять же, да, действительно, почему спортсмены применяют спортивное питание? Потому что, ну, даже на традиционном питании невозможно употребить столько нутриентов, которые необходимы для успешного роста и существования, тем более с теми показателями, которые нужно достигать на сегодняшний день с уровнем развития спорта, да. Поэтому спортивное питание, а не потому что им больше делать нечего и езжать нечего. Ну, то, что рассказывают для спортсменов-страшных начинающих, как мне научиться есть больше. Допустим, если там занимаешься первые, может, 3-4 года, за этим стремиться не надо. Когда уже доходишь до уровня, когда просто ресурсов организма для своих стандартов добиваешь, чтобы усваивать такое количество пищи, чтобы прогрессировать дальше, тогда вот уже необходимо... Невозможно настолько насиловать кишечник и органы внутренней секреции. Ну, погоня за нормами спорта. Но все-таки даже, видишь, если мы говорим о здоровье, если мы говорим о просто, ну, так скажем, спокойном существовании и активном образе жизни для человека, который ведет именно социальную какую-то функцию взаимодействия, там, преподаватели, где-то самое, там, работники каких-то социальных структур, тем людям, конечно, это не нужно. Вот. А как заменитель питания, если друг другого ничего нет, то то же самое, гигантский протеин, тем более, все супер для достижения каких-то результатов при переходном этапе, там, да, если человек переходит с одного вида питания на другое, то обязательно лучше добавлять даже те же самые аминокислоты, там, да, и тем более протеиновые коктейли. И, но упираться, там, и думая о том, что всем людям нужны, конечно, там, добавки суперактивные, по-любому можно достигать, получать все эти инклиенты из растительного питания. Мы к тому моменту, когда поймается момент гомеостаза, да, то есть очень можно... Когда организм научится извлекать все необходимое, причем изменимое пищу. А пока он не умеет его делать, лучше ему это подвести в готовом варианте. Вот. То же самое. Да, для формирования сливодного микрофлора, конечно же, да. Лично для меня есть и такое понятие, как белково-углеводное окно. Я не знаю, как к нему это относишься. Углеводное окно. Отличная тема. Обожаю закрывать углеводное окно. Закрывать. Чем-то вкусно. Я использую его именно потому, что в этот момент наш организм открыт легко в своем молбу. В любом внутреннем. Только то, что легко усваивается. Когда клетка голодная, она впитывает в себя то, что ты ее наешь. Да, да, да. Если здесь дальше качественный продукт. Если качественный. Здесь еще. К сожалению, даже смузи. Даже легкие фрукты, они здесь не очень годятся. Потому что, ну, как ни крути, расщепление происходит не меньше сорока минут, а только полтора часа. Если мы говорим про углеводы тогда, например. И про углеводы, и тем более про мелки. Тем более про мелки. А усвоение и синтез происходит вообще в течение 70 часов. И поэтому спортивный вид добавок в виде протеина, разумеется, мы рассматриваем с вами только растители. Так вот, тот протеин, который я использую, протеин из подсолнечника, он как раз помогает закрывать вот это самое глуково-углеводное окно. Как бы я не любил фрукты, но они будут здесь, во-первых, долго усваиваться, во-вторых, поднимающийся уровень глюкозы, он заставляет выбрасывать инсулин. Инсулин, он конфликтует с гормоном роста и подавляет. И в итоге вот это вот... Что не дает уже вырабатывать с остальным гормонами уже фону для того, чтобы строить уже как раз мышечную массу и восстанавливать клетки. И вот этот самый коровоз и тянется, что поднялся инсулин, закрылся гормон роста и тестостерон тоже самое. В итоге нет хорошего личного роста. Эти схемы, когда все в топку работает, когда тебе еще до 25-ти. И вот только с возрастом и с опытом, вот почему как раз зародился на сегодняшний день блогинг, когда молодые ребята там буквально там полгодика, годик или там ему 15 лет, или ему там 20, вот он на фрукторианские зарядки и рассказывает, всех учит уже как-то жизнь, но говорит только о том, что ребята еще пару лет и здесь вы столкнётесь с серьезными затруднениями. Что на самом деле не все так иллюзорно, как этого хотелось бы. И волшебство, оно бывает, но волшебство это все-таки просто наука высшего порядка. Волшебство самого по себе не происходит. Волшебство это когда ты действительно знаешь законы природы и умеешь их совмещать. И тогда происходит новое рождение, новые виды чего-то. Как волшебник, как маэстро всех этих волшебных чудес, ты можешь ее руководить. Как волшебник для окружающих. Потому что, ну, никто не понимает, как я вот имею такое тело на фруктах. Я понимаю. А вот ты понимаешь. Надеюсь, ты уже близок к этому. Нет, именно тема, именно вполне. Но пока у меня вот это вот, что касается углеводного окна и так далее, заходит по схеме не то, что все в топку, но все-таки использую небольшое количество своих так быстрых углеводов для какого-то вот приема концентрата после тренировки, чтобы все-таки инсулин выброс был, но не сильно значительно, чтобы не было большого подавления гормона роста. Я думаю, здесь имеет место соблюдение баланса если просто загнаться большим количеством углеводов, то, ну, подавление. Обобщаю. Все, что мы сейчас сказали, основным. Вот мы сейчас опять говорили про еду, про еду, про еду, про еду, про еду, но самое главное, что мы делаем для того, чтобы была мышечная масса? Тренируемся. Тренируемся. В первую очередь, самый часто задаваем вопрос, что хуже для того, чтобы была мышечная масса, чтобы нарастить мышцы. В силовом режиме. Тренировки. Не кушать. Тренироваться. В силовом режиме. Именно мышцы – это побочный эффект силы. И наоборот. Хотите, чтобы наращивалась мышечная масса – наращивайте силу. Ходите, занимайтесь с отягощениями на уличной площадке, в тренажерном зале или дома. Каждую тренировку раз за разом повышайте отягощение, да? Увеличиваю вес. Увеличиваю вес. Соответственно, будет расти мышечная масса. Потому что организм – он такая штука, которая адаптируется. Мышцы – это адаптация под нагрузку. Чем выше степень нагрузки, тем больше мышечная масса. А дальше уже источники микроэлементов и строительного материала – это уже второстепенное значение. Просто, если это источники более токсичные и животного происхождения, и не дай бог, еще какой-нибудь обработки было химической, то да, это источники. Но в долгосрочной перспективе это принесет побочные эффекты, такие как болезни, заболевания. Если это растительные источники, то, конечно же, при правильном подходе и перестройке организма – это в долгосрочной перспективе – это рост, прогресс и успех. Я бы назвал тренировки – это создать стройку, а вот еда – это уже… Создать предпосылки для роста, а условия еды, как эксперимент это сделать. Почему? Потому что тренировки стимулируют выброс гормонов. Да, абсолютно. Половых гормонов, тестостерона, эстрогена. И как у мальчика, так и у девочки в своем балансе. И, соответственно, на фоне высокого гормонального уровня уже происходит синтезы белка. Синтезы аминокислот, которые как раз помогают строить наши мышцы, и тем самым мы получаем мышечную массу. Без этого условия, то есть без условия тренировок не будет повышенного гормонального фона, не будет мышечной массы. А дальше уже мы разбираемся по питанию, подсчитывая как калории, добавляя жиры, белки, углеводы. Если я никогда не заморачивался на подсчете, ни белков, ни углеводов, ни калорийности. А это голова слабается. Но при этом все равно нужно понимать, хотя бы примерно, из чего ты можешь получить аминьки, соты, белки, из чего углеводы и жиры, какие из них будут правильные, и какие из них когда принимать. Здесь получается калорийность, это такое базовое понятие калорийность, объем пищи, БЖУ, некие отправные точки для того, чтобы зафиксироваться в моменте, какое питание на сегодняшний день у человека, который, например, решил перейти на новый рацион. Здесь пересчитывается питание в калории, в микроэлементы, все перекидывается уже в альтернативные источники питания, так скажем. И в дальнейшем уже идет подбор и корректировка. Вот здесь вот можно также плавно сказать, если мы перешли, скажем так, на какое-то обобщение, на базу, как я обычно рассказываю тоже молодым спортсменам, ребятам, которые хотят что-то нарастить. Первое, что нам кушать, что нам сделать, чтобы у нас наросли мышцы. Первое, самое главное, тренировки. И что я говорю следом? Регулярные тренировки. Организм и мышцы, в частности, на 80% состоят из воды. То есть гораздо важнее, чтобы у вас при тренировках было достаточное подбеление воды. Это 80% основного построения ваших мышц. Только оставшиеся 20% это питание. Мы вошли, но вода это одно из важных. Так что так мы перешли к воде. Наконец-то, да?